Привет! Привет всем! И, кстати, большая благодарность тем, кто материально поддержал данный канал. Если вы хотите войти в число тех, кто материально поддерживает канал, то под каждым роликом есть информация, как это сделать. Спасибо! На этом можно было бы и закончить. Но я продолжу, тем не менее. Меня с детства как-то смущал термин арт-рок. Арт-рок. Как-то вот так вот задуматься, если, то перестаешь вообще понимать смысл этого словосочетания. Ну, арт-рок, как принято говорить, рок, близкий к искусству. Или рок-искусство. Ну, музыка – это само в себе искусство, безо всяких приставок. Не требуется никаких пояснений. Но принято считать, что это использование каких-то наработок классической музыки или что-то в этом роде. Или нет. Или какие-то свои собственные изобретения с использованием скрипок, арф, фортепиано, симфонических оркестров и так далее, и так далее. Но наличие симфонического оркестра само по себе в структуре простой роковой песни из трех аккордов, оно, мне кажется, не делает эту песню арт-роком. Если взять какой-нибудь отечественный ансамбль, было время, когда стало модным играть концерты группам, которые исполняют так называемый русский рок с привлечением симфонических оркестров. Типа там «Ночных снайперов» или что-то такое в этом роде. Ну, можно это назвать арт-роком, конечно. Но красивше от этого ничего не станет. Я хочу привести пример арт-рока, как я его понимаю. Вот пластинка группы The Rolling Stones под названием «Автомэт», 1966 год. Вы скажете, Рыбин совсем это самое. Е-е-ехал, е-ехал и приехал. Ничего подобного. «Автомэт». Смотрим на песни. Находим песню под названием «Ай, Уайтин». И слушаем ее внимательно. Слушаем голосовую мелодию, голосовую линию, аккомпанемент, развитие. И представляем, что эта песня сыграна барочным струнным квартетом или каким-нибудь симфоническим оркестром. На сцене стоит певец, а то и группа певцов и поэты. И это в чистом виде перешибает весь прокол-харум вместе взятый. Перешибает. Где-то подкрадывается. Ну, Эмерсон, Лэкен, Палмер не играли такие песни камерные. Ну, в общем, это все в эту копилку арт-рока укладывается. Просто другая аранжировка, другой состав инструментов. А песня сама по себе чистая такая, какая-то, такая барочная виньетка 19-го, не знаю, там 18-го, 17-го века получилась. Вот вам, вот вам, вот арт-рок, вот настоящий. Потом, арт-рок, это, если я не очень хорошо владею английским языком, но кое-что понимаю в нем. И арт-рок, это все-таки рок, а арт, это существительное. В смысле, арт, это прилагательное. Если под артом понимать искусство-рок, то это, ну, рок, все-таки, главное слово рок здесь. Это рок должен быть, да, а потом уже арт, как обрамление этой всей штуки, а не наоборот, вот это арт и рок, там где-то сбоку. Вот поэтому I'm Whiting, это в чистом виде арт-рок. Ну, это вступление было такое, предыстория. А пластинка, которая вышла в 66-м году, изменила мир, как говорят. Ну, на самом деле, одна пластинка не может изменить мир, а мир уже менялся, и в 65-м, в 64-м, в 65-м рок-музыка стала, очевидно, другой. Потому что с одной стороны появился Боб Дилан с философией, с умными текстами, с другой стороны появились The Who Kings и роковые пластинки Beatles, Help и Rubber Soul. И 66-й год принес нам пластинку, которая сочинена была от начала до конца музыкантами группы The Rolling Stones, чего раньше не было. Раньше, как мы все знаем, были в основном ковера, очень хорошо сделанные, и сделанные так, как будто это песни Rolling Stones, а не Чака Берри и других исполнителей Мадди Уотерса и всех остальных замечательных черных блюзманов. Так своеобразно, так по-своему, так по-английски все это было сделано, при этом чернота вся осталась. И авторы данных песен восторгались, говорили, что как круто, молодцы, Rolling Stones играют, прямо как мы, а даже, может быть, и лучше у нас где-то. Но, тем не менее, пластинку написали целиком все песни Джаггер и Ричардс, записывали довольно быстро ее, потому что шел тур грандиозный, и в процессе тура песни были написаны, не все, но в большинстве своем. И часть уже дописывалась, в смысле, досочинялась прямо в студии RCA в Лос-Анджелесе. Две больших сессии было. Сначала в декабре 65-го они записали, по-моему, 10 песен. Потом через какое-то время вернулись опять в эту студию и записали еще 20. И всего песен было записано около 30. Часть из них разошлась по синглам, большая часть вошла в автомэт, и кусочки вошли в странную пластинку под названием Flowers. Но вот этот альбом, он, конечно, очень интересен. Здесь вам и арт-рок, здесь вам и панк-рок зачаточный, в виде песен It's Not Easy, в чистом виде панк-рок, если его по-другому сыграть на других инструментах и в другой студии записать. То же самое касается песни Think, тоже вперед в панк-рок, если по-другому ее немножко с другими обработками и в другой студии опять-таки сделать. Здесь вам и арт-рок, я уже говорил, I'm Waiting, здесь вам и американская такая, американская пабовая, не кантри даже, а салонная такая штука, high and dry, очень хорошо сыгранная, отлично записанная, прекрасно спетая. Здесь и классический английский, староанглийский текст, положенный на музыку, опять-таки старинную, и очень точно спета на староанглийском языке Миком Джаггером, что упоминал Кит Ричардс, говорил, что ну прямо тут Джаггер выдал какую-то английскую литературу. Это Lady Jane, конечно. Ну и плюс куча восточных всяких штучек, маримба, ситар, которого здесь нет на английском издании, потому что ситар был использован в песне Pointed Black, она в английское издание не вошла. Она вошла в американское издание, которое, на мой взгляд, хуже, потому что оно значительно короче, чем английское. Здесь, ну, здесь минут на 15, наверное, дольше общее звучание. 52 минуты идет пластинка, самый длинный диск, на ту пору, выпущенный фирмами грамзаписи. То есть 52 минуты одинарная пластинка, 66-й год, никакой микрозаписи, ничего, как это влезло. Это удивительно. Только Genesis там в 70-е годы начали такие объемы делать. Ну, Mother's Little Help, прекрасная песня с акустической гитарой, с барабанами, как водится. Все настоящие хитяра. Stupid Girl. Очень забавно, когда барабаны в первую долю и отчитывают четверть. Смело, смело, можно сказать, смело. А Mother's Little Help, там интересный момент, там играет очень странный инструмент в правом канале. Я долго думал, что же это такое, потом выяснил, что это какая-то удолбанная, раздолбанная, непонятного производства двенадцатиструнная электрическая гитара, на которой Кит Ричардс играет слайдом. Звучит она не то, как какой-то убитый клавесин, не то, что это, ну, в любом случае абсолютно убитый какой-то инструмент, но придает такой восточный окрас. Очень даже, очень даже неплохо. Under My Thumb, очень хорошая песня, сыгранная в неизвестном природе музыкальном стиле, потому что, с одной стороны, это прямой рок, а с другой стороны, он начинается с этих всяких маримба там и какие-то такие эти карибские какие-то истории, но в прямой рок, а плотности прямого рока там нет, там как-то все так, все разрежено, а Джаггер поет прямо, вот прямо по роковому туда. Ну, очень интересно все это получилось. Don't be bad me. разгульное, раздольное, ну, не в смысле вот это вот, вот это, разудись, плечо размахнись, рука, а такая широкая, роковая, рулингстоунзовская подача. Going Home единственная вещь, которая мне здесь не нравится, один, один, почти минута, она до 11.35 даже, такой, такой, какой-то полуджем, полуниджем, Going Home, как-то и спета, как-то так, я не знаю, мне непонятно причина, по которым эта штука вошла вообще в альбомы, для чего она вообще была записана и что сподвигло музыкантов на произведение этого грандиозного полотна, потому что я понимаю, у Боба Дилана там, Desolation Roll, она хотя бы со смыслом, и там красивая мелодия, хорошая гармония, ее интересно слушать, даже не понимая языка, а в Going Home что слушать, при всей моей глубочайшей любви к группе The Rolling Stones, я ее слушаю, правда, она звучит, играет, эту пластинку переставил, пошел дальше и хорошо. А дальше Flight 505, удивительную удивительно сыгран гитарный дуэт в правом канале, опять же, когда играют две гитары, их начинаешь слушать внимательно, и вроде бы все и строят, но кажется, что не строят, и вроде бы все в долю, а кажется, что не в долю, и вроде бы все правильно, а кажется, что криво, но все остальное искупает вот этот момент, но может быть это и хорошо, потому что это опять-таки придает живости, придает отношение группы к тому, что они делают, отношение правильное, оно в первую очередь под названием смелость идет, но вот эти две гитары, наверное, некоторые московские критики и зацепились за вот этот момент, сказали, что а, играть не умеют, умеют, все в порядке, все хорошо, все умеют, и вообще хочется сказать этим критикам, напишите такой набор песен за месяц, и я на вас посмотрю, песни все хорошие, вообще ни одной плохой песни здесь нет, I'm going home, в смысле going home, ну такой, да, ну блюз, да, можно блюз, сыграли блюз, все остальное шикарно, high and dry я уже сказал, американский салон, out of time, шедевр, один из шедевров The Rolling Stones, песня, которая останется в веках, распевная, с шикарным рефреном, прекрасная, It's Not Easy, панк-рок, мы уже говорили, I'm Waiting, арт-рок, вот такой, такой калейдоскоп, Take It or Leave It, ракешник, и Think To Даже, тоже, в общем, мотор-мотор, из которого выросли потом все группы, играющие новую волну, панк-рок в конце 70-х годов, и What To Do, Вот и хорошо, перед вами The Rolling Stones, которые могут все практически, как мы уже выяснили, в каком угодно стиле, петь можем замечательно, и в виде староанглийского лорда, который сидит за фортепиано, в гостиной, при гостях, и в виде жесткого панк-рокера, и в виде настоящего черного блюзмана, это шикарный альбом, который я безумно люблю, поэтому я пошел пить. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова